Прошло два дня. Пыльная буря кончилась грозой и ливнем, барабанившим по крыше всю ночь. И утро воскресенья настало тихое и влажное, вымытое. Утром, как Даша встать, зашел к ней старый знакомый Семен Семенович Говядин. Земский статистик, худой и сутулый, всегда бледный мужчина с русой бородой и зачесанными за уши волосами. От него пахла сметана. Он отвергал вино, табак и мясо и был на счету у полиции. Здороваясь с Дашей, он сказал без всякой причины насмешливым голосом. «Я за вами, женщина. Едем за Волгу». Даша подумала. И так все кончилось статистиком говядины. Взяла белый зонтик и пошла за Семеном Семеновичем вниз к Волге, к пристани, где стояли лодки. Между длинных дощатых бараков с хлебом, бунтов леса и целых гор из тюков шерстью хлопком бродили грузчики и крючники. Широкоплечие, широкогрудые мужики и парни, босые, без шапок, с голыми шеями. Иные играли в орлянку, иные спали на мешках и досках. Вдалеке человек тридцать с ящиками на плечах сбегали по зыбким сходням. Между телег стоял пьяный человек, весь в грязи и пыли, с окровавленной щекой. И придерживая обеими руками штаны, ругался лениво и матерно. «Этот элемент не знает ни праздников, ни отдыха», – наставительно заметил Семен Семенович. «А вот мы с вами, умные интеллигентные люди, едем праздно любоваться природой». И он перешагнул через огромные босые ноги грудастого и губастого парня, лежащего на обзначе. Другой сидел на бревне и жевал французскую булку. Даша слышала, как лежащий сказал ей вслед, «Филипп, вот бы нам такую!» И другой ответил с набитым ртом, «Часто очень, возьми много». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова